С премиальной картой Мастеркард. Мой уикенд всегда на высшем уровне. Всем привет! Это снова Орел и Решка. Как ни удивительно, и мы с этой прекрасной девочкой из японского аниме прилетели куда? В штат Монтана! Это север Соединенных Штатов Америки. Здесь прохладно. Но зато есть на что посмотреть, потому что огромное количество потрясающей природы. Горы, реки, озера, леса. В общем, нам здесь понравится, сто процентов. Кто-то будет по холоду ходить, вот так вот укутавшись в пуховик, а кто-то сядет в тачку и поедет смотреть на красоты. Готово? Конечно! Орел! Привет, Монтана! Ну что-то у меня тут… Андрюш, я хочу заметить, что синий цвет рюкзака не подходит под мои розовые одежды. Хорошо, ладно. Я тебе дам 25 центов, купишь себе гуашь и перекрасишь его в розовый. Держи! Вот она! Жизнь! Блин, мне тебя правда жалко, штухов. Ну так, Настя, это жизнь, this is life. I'm sorry, excuse me. Ну, пасаран. Бескрайнее небо. Величественные ледники. И бездонные озера. Монтана – сокровище Соединенных Штатов Америки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что бросается в глаза в аэропорту Монтаны – здесь практически нет людей. Судя по килограмму пыли, последний самолет сюда пребывал неделю назад. Все дело в том, что большая часть туристов в Монтане – американцы. И приезжают они сюда на своих машинах. Серьезно? Здесь даже автобуса нет. В теории до столицы штата, города Хелена, можно добраться на такси. Но таксисты тут не дежурят, и ждать машину можно несколько часов. Поэтому, встречайте, транспорт, на котором я доберусь до центра города. Ноги. Да-да, ноги. Скорость 4 километра в час. Стоимость 0 долларов 0 центов. Полный вперед! Что, не ожидали увидеть такого маленького ячейчика за рулем такой большой машины? Да-да, это я, бабки делают все и книжки под попу. Ребята, в общем, Монтана – суровый штат. Погода здесь, как и моя кардиограмма, шалит. Поэтому я должен чувствовать себя уверенно и защищенно. В такой машине так и будет. Поехали. Мой выбор на этот уикенд – джип «Шевроле Сабурбан». Подобные внедорожники в гараже у каждого жителя Монтаны. Большинство из них – фермеры. Поэтому машины им нужны большие и практичные. Чтобы и в поле выехать, и сток сена перевезти. Классная машина, большая. Вот то, что надо, то, что надо мне здесь. Я чувствую себя прямо как дома. Уютно, комфортно. Если бы еще мама на заднем сиденье сидела, точно не отличил бы от дома. Один в один. А пока Андрей скучает по маме, я продолжаю свой путь в город Хелена. На самом деле я не обламываюсь, друзья. Посмотрите, какая природа вокруг. Такой кайф прогуляться, подышать городом чистым воздухом. Ой, как хорошо, как хорошо гулять пешком. Полезно. Если идти по Хайвее, это только к ночи можно в город добраться. Поэтому мой вам совет, если есть возможность сокращать, сокращайте. Без машины здесь никак. А благодаря премиальной карте Мастеркард арендовать авто можно быстро, еще и со скидкой. Дорогие друзья, посмотрите внимание налево, направо – это Хелена. Мы ее быстренько проедем. Вот женщина в розовом пуховике вам о ней достаточно подробно расскажет. Мне нужно ехать. Я не хочу терять ни минуты, потому что у меня есть план. Полторы тысячи километров. Я на этой машинке проеду по Монтане не просто так, а чтобы посмотреть на всю ее красоту. И посмотреть здесь есть на что. Ведь главная достопримечательность Монтаны – это природа. Монтана – один из самых больших штатов Америки, при этом один из самых безлюдных. А еще местные называют свой штат Биг Скай Кантри – страна большого неба. Думаю, почему – объяснять не приходится. Спустя час с небольшим, и я на месте. Welcome to Helena! Именно так называется столица Монтаны. И я дошла. Правда мне еще по ней пешком тоже ходить, но это уже совсем другая история. Хелена – одна из самых маленьких столиц американских штатов. Тут живут всего 28 тысяч человек. Всех их может вместить одна трибуна большого футбольного стадиона. И, видимо, все они сейчас там. Наконец-то, друзья, я добралась до пешеходной улицы города, до туристической улицы. Но кроме меня туристов здесь больше нет. И вообще такое ощущение создается, что в принципе в городе кроме меня больше никого нет. Улицы абсолютно пустынные, но при этом безумно уютные, и порой кажется, что это какие-то декорации к фильму. К фильму про времена золотой лихорадки в Америке. И это неудивительно. Хелена ведь и была основана, когда в Монтане нашли золото. Сто пятьдесят лет назад. Памятник золотодобытчикам. Здесь примерно можно наблюдать, как происходил процесс добычи золота. Товарищ с лопатой загружал сюда землю, грязь, с водой, не знаю, дальше она попадала в это корыто. А тут товарищ с ситечком процеживал все это мероприятие и доставал золото. Кстати, город назвали Хелена в честь святой Хелены, покровительницы шахтеров. В городе даже есть церковь ее имени. Друзья, и снова никого. Абсолютная пустота. Боже, я обожаю этот город из-за отсутствия туристов. Обычно приходишь в такие соборы, церкви и полно туристов, полно людей, шум, гам, все с телефонами. А здесь вот заходишь и полное умиротворение и тишина. Это просто великолепно. Не передать словами. И это при том, что под крышей собора святой Хелены уживаются представители сразу трех конфессий. И от того, что здесь никого нет, ты чувствуешь какую-то невероятную энергетику. Прям как будто какая-то сила извне полностью тебя пропитывает и не оставляет равнодушным ни к чему. Хочется сидеть, молчать, наслаждаться этой тишиной и думать о своем. Невероятно. Настенька, боюсь, ты не там ищешь. Истинные мантанцы живут за пределами городов. Для того, чтобы с ними познакомиться, я приехал на местную ферму. Сейчас в 21 веке многие люди знакомятся с помощью всевозможных сайтов знакомств. Но боюсь, этих ребят на сайте знакомств нет. Прямо сейчас я вас познакомлю с самыми мощными жителями этого штата. Дамы и господа, бизоны. Бизон – это символ штата Монтана. И все туристы первым делом едут посмотреть на этих огромных волосатых коровок вблизи. Привет. Андрей. Знакомьтесь, это Трой. Он фермер. Разводит бизона. У Трой в Монтане несколько ранчо, на которых сейчас живут 250 животных. А я могу посмотреть поближе? Потрогать их? Да. Только нужно быть очень осторожным. У них своенравный характер. И если что, они могут даже трактор перевернуть. Вы серьезно? Да. Но если не дразнить их, все будет хорошо. Бизоны – это самые крупные животные Америки. И одни из самых опасных. Три минуты назад он мне рассказывал, что вот эти ребята могут перевернуть его трактор. А прямо сейчас мы как бы едем на них. Лоб в лоб. В среднем вес взрослого бизона – 1 тонна. Но несмотря на это они достаточно быстрые. Бизон легко разгоняется до 50 км в час. Как бы немножко вот так, ребята. Не немножко, а множко. Множко вот так. Ну объясню почему. Потому что это мамы и они защищают своих детенышей. Любая мать готова разорвать. Но и это еще не все. Кульминация этого аттракциона – покатушки на бизоне. В общем, собак гладил. Барашек гладил. Жену свою гладил. Бизона нет. Ты уверен? Да. Окей. С табуретки падал. С кровати падал. С верхней полки поезда, как вы уже понимаете по мне, падал. С бизона нет. Надеюсь, не упаду. Ребята, ощущения странные. Вроде бы очень круто. Ну блин, так страшно. Я бы даже… Трой, далеко не отходи. Будь здесь, пожалуйста. На самом деле ничего опасного в таком развлечении нет. Этот бизон – ручной. С самого детства его выхаживали люди и он к ним привык. Да. Не-не-не, не своей помощью. Спасибо. Да, вот изначально, когда сюда приезжаешь, кажется, что ты попал в зоопарк. Такое мы можем видеть только в зоопарке. Но по факту это ферма, ранчо, как они называют, где выращивают этих животных на убой. Ну как у нас – коров, свиней. Хотя вот они такие классные, такие плюшевые, такие приятные на ощупь. Интересно, какие они на вкус? Пора перекусить. В завершении своей прогулки по Хейлене я решила показать вам еще одну достопримечательность. Его величество Капитолий основан в 1899 году. Практически похож на тот, что в Вашингтоне, а может быть даже один в один. Ну а на куполе гордо стоит мини-версия статуи Свободы. Почему мне так все нравится здесь? Я не понимаю. Реально это вообще вот та Америка, которая Америка-Америка. Понимаете, вот здесь все. Внутри Капитолия я вновь очутилась, словно в кино. Как будто мимо меня сейчас пройдет какой-то красавчик-адвокат. А вот за этой дверью начнется слушание резонансного судебного дела. Но нет, мимо никто не прошел. Все это очень странно. Мы просто зашли в Капитолий и на пути нам повстречалась всего лишь одна женщина. Никто не подходит ни секьюрити, ни охраны. Мы вот сами по себе такого ни разу еще в Решке не было. Ни разу. Еще здание-то государственное, а мы здесь ходим как будто мы хозяева. Слушайте, давайте обнаглеем окончательно и без спроса зайдем в офис губернатора. Это же офис? А мы можем зайти посмотреть? Можем? Окей, супер. Меня попросили просто записаться в гостевую книгу. И вуаля, я без всяких согласований и договоренностей в офисе у губернатора штата Монтана. При этом не заплатила ни цента. Это так круто, что все не переделали под современный лад. Все осталось в стилистике того времени. Это невероятно. Хочу сделать официальное заявление. Штат Монтана, город Хелена. Вы лучшие. Голосую за вас, вам лайк и всех благ. На обед я приехал в ресторан Лолу Пик. Говорят, что здесь можно попробовать лучший в штате стейк из бизона. Мне принесли два вида стейка. Легенько перекушу и дальше пусть. Первый – миньон. Наименее жирная часть мяса. Вкусно. Классный миньончик отличный. Я не могу сказать, что прям в корне отличается от нашей с вами коровки. Второй – рибай. Из мяса с жировыми прослойками. Он, конечно, более жирненький, нежели миньон. Вот это мясо дольше жуется. Это отличие от миньона. Но вот этот жирок, он добавляет вкус. Действительно, более изысканный вкус получается. Классный, более сочный. Что меня сейчас поражает, я видел вот этих бизонов. И вот на вид они кажутся огромными и, соответственно, мясо кажется жесткими. А-а-а, ничего подобного. Мясо очень мягкое. Кроме того, в отличие от обычной говядины, мясо бизона содержит меньше калорий. Зато в нем больше железа, витаминов и протеина. То есть это идеальное мясо для таких качков, как я. Для нас, пацаны. То есть пару кусков мяса лупанул, и ты уже Дуэн Скала Джонсон. Ты большой, можно в зал вообще не ходить, даже на него не смотреть. Ты реально качок. Но и это еще не все. Бизоний мясо считается экологически чистым. А все потому, что пичкать бизонов гормонами и антибиотиками здесь запрещено на законодательном уровне. Однозначно вкусное. Заказать стоит. Советую. Так, короче, я подумала. Есть два варианта развития событий. Первое – снять себе отель, но остаться в Хелине и ничего не посмотреть, потому что денег у меня больше ни на что не хватит. Либо-либо арендовать себе авто и посмотреть всю Монтану и остаться в тачке ночевать. По-моему, выбор очевиден. Сколько будет стоить аренда машины? На сутки? С бензином 45 долларов. О, так это нормально. Единственная проблема – залог, который замораживается на счету карточки. Но, зная ее номер и пин-код, эту проблему можно обойти. Ну а жить я буду в таком месте, которое по-настоящему передает дух этого штата. Я снял себе маленькое скромное жилище. Добро пожаловать. Койот Блав Эстейт – это огромный особняк, построенный из семнадцати ценных пород дерева. Стоимостью 4 миллиона долларов. Нравится. Интерьер особняка выполнен в охотничьем стиле. Натуральные материалы, массивная мебель, камин, шкуры и чучело животных. Я прям не верю, что все это мое. Извините, вот такая у меня реакция, я не могу ничего сделать. Вы только гляньте, ребята, все деревянное. Такой классный дом. Смотрите, какая мебель. Срубы такие, ух-тышки. На первом этаже дома находится гостиная и кухня. На втором этаже особняка расположились кабинет, библиотека, гостевая и главная спальня. Простите, у меня такая реакция, как у дикаря, которого выпустили откуда-то из подвала и показали дом. Ух ты, обалдеть, лампа, ничего себе, ковер. Ух ты, кровать мягкая, чистая. Реально, у меня вот так, вот так оно и есть. Хотел сказать, ложа любви будет, но я здесь один, поэтому… Ложи сериалов, ложи сериалов и все. А какой вид. Здесь есть балкон и я прямо сейчас на него выйду. Вот сразу, когда выходишь, тебе в лицо вот этот вот воздух, запах осенний, запах леса. Ай-яй-яй, вы только посмотрите на это. Горы, елки-палки, тут еще и горы есть, а слона-то я и не заметил. И все это стоит каких-то 675 долларов в сутки. Знакомьтесь, друзья, вот он, мой дом на колесах. Я, конечно, хотела розовенькую, но до меня ее забрал какой-то качок. Вообще, это так странно, друзья, человечек с рюкзаком и с автомобилем. Мне определенно нравятся эти американские каникулы. Так, мой хороший, ты отправляешься вот туда, не забудь пристегнуться, это Америка. А я за руль. Как мне нравится, как мне нравится. Класс! Всего за 45 долларов мне достался новенький джип-компас. Круто, что в штатах ты можешь арендовать машину в любое время. То есть нет определенного дедлайна. В 12 взял, в 12 вернул. То есть хоть вечером, хоть утром, в общем, тогда, когда тебе удобно. И теперь я не хуже Андрея могу наслаждаться красотами штата. Я тут вычитала в брошюрке, что оказывается в Монтане официально самые живописные дороги в мире. Но тут немножечко порги, как бы, да, в нашей жизни добавилось. Ну, с другой стороны, тут так часто меняется погода, что уверена. Все это дело, все быстренько разойдется и мы увидим в просвете красоту неземную. Но вообще и так душевно, не знаю, вот этот волшебный штат и вот реально ему любая погода к лицу. Очень круто. Раньше в Монтану приезжали за сокровищами. В принципе сейчас не поменялось ничего. Просто сокровища другие, они природные. И вот как раз одно из таких сокровищ, обязательный пункт посещения – это озеро Flathead. Говорят, одно из самых прозрачных озер в мире. Секрет прозрачности озера очень прост – все дело в отсутствии водорослей, которым не хватает питательных веществ в воде для роста. Насладиться красотами озера лучше всего с лодки. Пейзажи вокруг озера просто завораживают. С одной стороны золотые осенние леса. С другой – заснеженные горные вершины. Но расслабляться тут сильно не стоит. Объясню почему. Помимо красоты и чистоты, это озеро зовет к себе туристов из-за одной легенды. Здесь уже якобы 50 лет живет какое-то страшное чудовище. Такой себе брат Лохнецкого. Ну или сестра. Как и в случае с Лохнецким чудовищем существует несколько гипотез. Что же за зверь живет в пучине озера Flathead? Кто-то считает, что люди видели плезиозавра – водоплавающего динозавра, который каким-то чудом дожил до нашего времени. Другие думают, что это примитивный кит, переживший тут ледниковый период. Третий же твердят, что это была гигантская змея. Животное, чудовище, покажись! Впрочем, скептики считают, что никакого чудовища нет. С ним перепутали обычное бревно. Но пока ни одного чудовища я не увидел, кроме своего отражения в воде. Дела какие-то может. Сегодня не показывается, спит. Сейчас я направляюсь к знаковой достопримечательности Монтаны – город-призрак Элкхорн. Ну и беру вас с собой, естественно. Города-призраки в Монтане – явление частое. Они тут встречаются чуть ли не каждые 50 километров. Там, где находились золото, сразу же вырастал поселок. А когда запасы исчерпывались, жители город покидали. Но у Элкхорна немного другая история. Помните, я говорила, что город выглядит как декорации? Нет. Вот это выглядит как декорации какого-то фильма. Честное слово. Но тут меня ждала неожиданность. Посмотрите. Вот кого я точно не ожидала увидеть здесь, так это человека. Пойдемте, подойдем. Здравствуйте. Привет. Как дела? У меня хорошо. Как у вас? Нормально. Вот только снега навалило. Вы здесь живете? Да. Круто. Меня зовут Настя. Приятно познакомиться. Очень рад. В этих краях не каждый день такую красотку увидишь. Спасибо. Вы так хорошо выглядите. Извините, а сколько вам лет? 75. Знакомьтесь, Джон. Я здесь живу уже 20 лет. Вокруг людей толком нет. В основном животные. Вот сегодня пума у меня во дворе на олененка напала. Хищника я прогнал, но оленя это не спасло. Пойдем покажу. Блин, офигеть. Причем самое интересное, друзья, помимо того, что это жуткое зрелище, это маленький олененок, господи. Это случилось прямо у дома человека. Вы понимаете насколько это дикая местность? Это же опасно. Вам не страшно? Возле дома нет. А вот в лесу другое дело. Там волки и нужно быть осторожным. Джон большую часть своей жизни провел в Лос-Анджелесе. Но повздорил с местными бандитами и сбежал в заброшенный Элкхорн. Покажете мне городок? Хотите экскурсию? Конечно. Да без проблем. Золото в Элкхорне добывали 150 лет назад. И жили здесь около двух с половиной тысяч шахтеров. Со временем находить драгоценный метал стало труднее. Но город опустел совсем не из-за этого. В Элкхорне началась ужасная эпидемия дифтерий, которая выкосила всех жителей за считанные месяцы. Элкхорн ведь называют призраком не просто так. Вечерами из этих домов порой слышно разговоры, смех и музыку. Хотя внутри никого. Вау, обалдеть. Вот в такие места, когда попадаешь, честно становится очень грустно. С учетом того, что меня с этим местом ничего не связывает. Но, знаете, все равно оно же всегда общее, вот это ощущение, когда ты понимаешь, как было. Здесь был шум, музыка, танцы, веселье, напитки. А сейчас это просто огромное пустое здание, которое наполнено воспоминаниями и сплошной ностальгией. Грустненько даже как-то. Вот это место и то более мистическое, чем история про чудовище, живущее в озере. Смотрите, поплываем, такая тишина, сухие деревья. На озере Флетхед находится еще одна местная достопримечательность – остров Уайлд Хорс. Его фишка в том, что здесь обитают дикие лошади. Те самые легендарные американские мустанги, не знающие узды и седла. Ежегодно сюда приезжают сотни, тысяч туристов, чтобы посмотреть и пофоткаться на фоне этих лошадей. Но проблема в том, что этих лошадей тут как бы пять, а остров большой. Поэтому сейчас нам с вами придется очень хорошенько потрудиться, чтобы найти этих красивых, загадочных и хорошо, я думаю, прячущихся лошадей. Вперед! Как же, собственно, лошади здесь оказались? Рассказываю, давным-давно сюда их привезли индейцы. Для того, чтобы лошади здесь паслись. Плюс ко всему это была еще гарантия того, что здесь соседние племена этих лошадей не украдут. Опять себе гарантия безопасности. Индейцы так хорошо постарались, что теперь этих лошадей даже туристы найти не могут. По статистике это удается одному из десяти. Предлагаю идти быстрее. Во-первых, лошади могут передвигаться. Во-вторых, холодно. Лошадь! Лошадь! Тут нет! Все равно они идут. И вот спустя почти час, когда я уже подумал, что лошади заодно с чудовищем из озера… Три. То есть больше половины диких лошадей я увидел не дикие. Ну их уже пять. То есть я всех увидел. Всех диких лошадей этого острова. Видите, три темные такие. Четыре. И одна рябая малышка. Надо мне идти. Здесь, конечно, прекрасно. Можно было оставаться и оставаться. Но хочется еще посмотреть много чего здесь. В общем, я вам обещал показать лошадей. Показал. С чудовищем не сложилось. Но мы работаем над этим. Саш, ну я тебя поздравляю. Твоя мечта сбылась. Сегодня ты будешь спать со мной. Потому что отеля у нас нет. Только один автомобиль, а ты мне еще нужен. Поэтому давай дверку скорее закрывай, курочка накрывайся и спаточки. Ну это всяко лучше, чем в палатке. Подождите, подождите. Ну а ты там что-нибудь придумай. Саня, бегом двери закрывай, ложись скорее страшно. Вечером в моем особняке меня поджидал сюрприз. Хозяин поместья Эрик собственной персоной. Ух ты, это все для меня? Ого, ничего себе, неплохо. Оказалось, что ужин с владельцем стандартная услуга в Койот Блав Эстейт. Кроме того, по словам Эрика, помимо сдачи особняка, он также организовывает досуг для своих постояльцев. И я могу выбрать себе на завтра какой-нибудь интересный тур. Этим я сейчас и займусь. Спасибо, большое спасибо. Так смотри, у них тут и на лошадях можно покататься. Парусники. Ну сейчас будет мне прохладно. Рыбалка. Ах. Класс, сейчас на рыбалочку. Ух ты. Так, а ну смотрите, ребята, вот private charter flights, вот есть самолет, есть вот эта вот история. В общем, ребята, свой выбор я сделал. Какой он, узнаете уже завтра. А сейчас я спать. Доброе утро. Ой, как классно. А свежо. Свежо это мягко сказать. Но мне так все равно сейчас. Даже если у меня сейчас температура поднимется через час, ребята, я просто не могу сюда не выйти. Только посмотрите, как же круто. Ох. Это доброе утро. Доброе утро, друзья. Офигеть. Саня, ты чего же меня раньше-то не разбудил? Вот она Монтана, друзья. Ой, сейчас бы еще кофейку и вообще жизнь была бы просто прекрасна. О, чуть не забыла. Это мне еще пригодится. Моделирующий лак гладкость от невея. С ним волосы не только идеально ровные, но и здоровые. А все благодаря функции термозащиты. Не лак, а находка. Очень рекомендую. С самого утра я, как и обещал, отправился в тур с буклета Эрика. Я направился в национальный парк Глейшер – главную достопримечательность Монтаны. Это уникальное место, где гармонично сочетаются непроходимые леса, фантастические озера и горные вершины. Я прямо турист, реально, я фоткаю все. Что-то появляется новая, какая-то заслеженная вершина, сразу же телефон. Ну реально, реально здорово. Вот у меня прямо, а-а-а, куда смотреть, куда бежать. Не, бежать как бы некуда, а вот смотреть есть куда. Но самое главное, что здесь есть – это ледники. Ледники парка Глейшер называют короной Америки. Как бы сейчас сказала Алина Островская, это очень красиво. Этим ледникам уже по несколько миллионов лет. Но очень скоро всю эту красоту мы запросто можем потерять. А сейчас я бы хотел обратиться к этим умникам, которые говорят о том, что да ладно, все это глобальное потепление, это все сказки, это все бабки, бизнес и тому подобное. Наша планета прожила миллиард лет и сейчас только же проживет. Слушайте, раньше ледников парки Глейшер было 150, сейчас их около 30. Думайте. А я на всех парах лечу еще к одной знаковой достопримечательности Монтаны – уникальным музыкальным камням – ринген-рокс. Короче, друзья, рассказываю. Эти камушки не просто камушки, камушки музыкальные. И музыкальности в них побольше, чем даже у многих наших артистов. Эти камни – остатки скал, которые миллионы лет назад раскололись на сотни тысяч частей из-за перепада температур. Их уникальный состав, форма и то, как они друг с другом соприкасаются, позволяют камням издавать разные звуки при ударе по ним. Встречайте, перед вами самый не музыкальный человек планеты с треком «Каменная рапсодия». Всем спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, вы тоже получили уйму удовольствия, как и я. Это было просто обалденно. Я долго думал, что же для вас спрятать здесь. Либо стейк из бизона, либо 100 баксов. Но, к сожалению, мой желудок не переваривает 100 долларов. Я надеюсь, что вы переварите их точно. Очередные 100 долларов от Орла и Решки. Вот. Так будет Франклину удобней. Друзья, за сотни баксов в Монтане езжайте к поместью Койот, Блав и Стейт. На подъезде к дому на дороге к Койот Ридж увидите красивую деревянную арку. Возле нее в каменной кладке и спрятано монтанское сокровище от Орла и Решки. Такой юмор, ребята. Пантомима, зверь. Давайте быстрей, а то придет олень и найдет эту бутылку. Но! Сова будет наблюдать. Придут люди и скажут от меня. Следи. Тем временем я приехала в городок Бьют, где находится еще одна монтанская достопримечательность. Добро пожаловать в бордель! Думаю, именно с такими словами и встречали уважаемых господ с 1890 года. Ух! Этот бордель, точнее бывший бордель, известен на всю Америку. Ведь он бесперебойно работал 92 года. Дом делится на три этажа. Самый высокий этаж – это высший класс, средний этаж – это, соответственно, средний класс. И есть нижний этаж, на котором самый нижний класс. Как и девочек, так, собственно, и мальчиков, которые приходили к этим девочкам в гости. На верхнем этаже бордели работали элитные ночные бабочки. Все такое красивенькое, светлое, аккуратное. На среднем этаже все сохранилось еще с восьмидесятых, когда лавочку прикрыли. Кровати, наряды девушек, косметика, их зеркала, помады, духи и даже первые секс-игрушки. Раньше, конечно, в открытой это все не продавалось. Поэтому вот изобреталась вот такая вот история. Здесь же даже всякие вот эти вот управленческие штуки вмонтированы. Ну и как бы продавалась как массажная история. А девчонки уже там как бы докручивали, как хотели. Но самая жесть происходила внизу, на нижнем этаже бордели. Туда я и иду вместе с хозяином музея Дэвидом. Говорит, тут до сих пор небезопасно. Ой, мамочки, что-то мне уже становится немножко страшновато, если честно. Ну как немножко? Множко. Оказывается, зайти в бордель можно было не только через парадный вход. В подвал здания вели подземные туннели. Поговаривают, один был прямо из администрации мэра города. Но большинство соединяли бордель с соседними шахтами. Чтобы ребята, которые там трудились, могли расслабиться, так сказать, без отрыва от производства. Получается, через такие вот черные входы мужчины попадали в бар. Здесь брали напитки, выпивали, достигали какой-то нужной им кондиции. И дальше уже выходили, собственно, на вот этот этаж, по которому они уже ходили и знакомились с девчонками. Если вы думаете, что на этом все, то жесть только начинается. Дэвид рассказал историю, от которой просто кровь стынет в жилах. В одну ночь я стоял тут, прямо на этом месте, до стены 20 сантиметров. В комнате я один. И тут ни с того ни с сего кто-то в лицо говорит мне прямо из стены. Привет. Обалдеть. В коридоре был мой друг, он тоже это слышал. Через пару секунд смотрим, а в соседнюю комнату заходит тень. Страшно жуть. Кто со мной поздоровался? Призрак? Более того, я еще и дыхание почувствовал. Ребята достали телефоны и начали фотографировать. Это, конечно, не те фотографии, которые мы привыкли смотреть в ужастиках, когда привидение как привидение. Это как инфракрасная такая вот история, которая вычисляет по теплоте тела. Я не знаю, как это работает, но вот здесь два персонажа и какой-то третий объект, который, судя по всему, повешен. То есть призрак повешенного человека. Мы сейчас находимся в этой самой комнате, где сделана была эта фотография. И таких историй здесь десятки. Говорят, дом просто кишит призраками девушек и их клиентов, которые здесь умерли. Поэтому этот музей уже десятки лет переходит из рук в руки. Владельцы не выдерживают и просто продают здание от греха подальше. Дэвид пока держится. И даже хочет найти научное объяснение всем этим паранормальным явлениям. Дэвид, thank you very much. Это было просто великолепно. Good luck. Вы делаете большое дело и друзья, обязательно приезжайте. Я вас уверяю, вы останетесь под впечатлением. Монтана умиротворенная и нетронутая глубинка США. Вы только посмотрите на это. Но именно в этом ее прелесть. Этот штат, как никакой другой, умеет согревать своим уютом и камерной атмосферой. Это просто великолепно. Ой, 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 ой. Офигеть. Лошадь. Очень красиво. Хочу сделать официальное заявление. Друзья, обязательно приезжайте. Я вас уверяю, вы останетесь под впечатлением. Ой, как бы скажем, не жарко. Все-все-все, я уже здесь. Тут так холодно после подогрева сиденья. Тем более, давай вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Прекрасно. Ну как дела? Мне понравилось. Штат шикарнейший. Однозначно войдет в пятерку моих самых любимых. Я от природы до сих пор отойти не могу. А еще здесь постоянно ощущаешь себя как будто в кино. Класс. У тебя как? Мне тоже очень понравилось. И я могу сказать, мне кажется, что этот штат идеально подходит для людей, у которых есть деньги. Потому что тут можно заказывать любую музыку, вплоть до того, в каком сезоне ты хочешь быть. Хочешь в сезоне осени, хочешь в зиме быть, хочешь ездить, хочешь плыть, хочешь летать, хочешь сидеть на бизоне, хочешь взять рюкзак, хочешь пойти вперед, потому что холодно. А ты не хочешь сказать, дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе? Хотел, но ты это уже сделала. Пойдем быстрее. Это правда.